Всем привет! Вы на канале Ассоциация защиты животных и в этом видео мы поговорим про содержание волнистых попугаев. Клетка для одного волнистого попугая должна быть не меньше, чем 40 на 30 сантиметров и высотой от 50 сантиметров. Для двух попугаев рекомендуемый минимальный размер клетки 60 на 40 сантиметров и 50 сантиметров высотой. Расстояние между прутьями не должно превышать 12 миллиметров. Желательно, чтобы клетка была прямоугольной формы с выдвижным поддоном. Для удобства уборки на дно клетки можно класть чистую бумагу, если птицы ее не грызут, и убирать по мере загрязнения. Если же они грызут бумагу, то тогда рекомендуется оставлять пустой поддон и мыть его ежедневно. Попугаев желательно содержать парами, однако в этом случае питомцев будет сложнее приручить или научить говорить, поэтому можно завести одного попугая, а после его приручения купить ему пару. Содержать вместе можно как самца и самку, так и двух самцов, а вот держать в одной клетке двух самок или трех птиц не рекомендуется. В клетке обязательно должны быть жердочки, кормушки и поилка. Жердочки должны быть деревянные, диаметром полтора-два сантиметра. Использовать пластиковые жерди нельзя, лучше всего самостоятельно нарезать свежие ветки деревьев и использовать их в качестве жердочек. Подойдут ветки березы, клёна, липы и фруктовых деревьев. Далее их надо вымыть, ошпарить кипятком и после высыхания установить в клетке. Кормушек должно быть минимум две, одна для зерновой смеси, а вторая для минеральных добавок или фруктов и овощей. Для питья попугаев лучше всего подходят автопоилки. Кроме этого можно разместить в клетке птицы различные игрушки, например, качельки, лесенки и прочее. Зеркало и пластмассовых птиц приобретать для попугаев не рекомендуется, так как это негативно влияет на психику питомца. Многие попугаи любят купаться, периодически в клетку ставят ёмкость с чистой водой комнатной температуры. Проводить такие водные процедуры можно, если в комнате больше 23 градусов, зимой 1-2 раза в неделю, а летом можно чаще. Для выработки витамина D домашним птицам необходима ультрафиолетовая лампа, которую располагают над клеткой на расстоянии примерно 50 см от верхних жердочек. Лампа должна быть включена минимум 4 часа в сутки, но лучше, чтобы она светила весь день. Рацион попугая должен состоять из зернового корма, фруктов и ягод, овощей, зелени и веточного корма. Взрослому волнистому попугаю нужно 1,5-2 чайные ложки зерна в сутки. Из фруктов и ягод можно арбуз, банан, клубнику и яблоко. Из овощей попугаи любят кабачок, морковь, огурцы и помидоры. В весенний-летний сезон можно давать попугаюм одуванчик, подорожник, шпинат и листья салата, а зимой можно вырастить на зелень пшеницу, овес или другое зерно. Также ежедневно необходим веточный корм, например, ветки березы, липы, яблони и вишни. Их можно давать с почками и листьями. Рекомендуется давать минеральные подкормки, такие как минеральный камень или сепию, только без красителей и ароматизаторов. Желательно каждый день выпускать попугаев летать по комнате, закрыв перед этим двери и окна, а также убрав комнатное растение и неустойчивые предметы. Прогулки лучше устраивать до того, как попугай поест, чтобы проголодавшись он сам вернулся в клетку с едой. На ночь клетку нужно накрывать темной тканью, не пропускающей свет. Рекомендуется укладывать попугая спать в одно и то же время. Оптимальная длительность светового дня, в которой нуждается попугай – 14 часов в летнее время и 12 часов в зимнее. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!